приветствую вас друзья в этом ролике мы обсудим темы на которые я не очень люблю говорить и особенно записывать на них какие-то ролики однако каждый день мне прилетает куча вот таких вот сообщений и на ю тубе в комментариях и в телеге пишут и в личку мне пишут спрашивают мое мнение особенно когда вот еще чат gpt появился какая-то паника понеслась зачем-то люди начали разгонять вот эту вот волну про то что айтишники через год уже будут никому не нужны всю работу будет выполнять чат за вас вот этот бред который начали зачем-то люди разгонять ну и сегодня мы как раз будем обсуждать что происходит с рынком куда мы идем почему джунам стало трудно и долго искать свою первую работу и вообще как мы к этому пришли почему еще буквально три-четыре года назад хватали чуть ли не всех подряд даже те кто толком ничего не знал а сейчас люди удивляются что есть какая-то конкуренция что на вакансии много человек претендует давайте разбираться когда в 2017 году я поступал в университет первый курс даже близко не было того что происходит сейчас то есть айти на тот момент еще не было таким мейнстримом как сейчас и даже когда я учился в школе я понимал что если я пойду на направление связаны с программированием с разработкой я понимал что минимум 45 лет я буду учиться математике физике информатике и другим каким-то инженерным наукам я понимал что это сложно я понимал что это долго и я как бы знал на что я иду однако сейчас откуда только можно трубят что можно попасть в эти за полгода за год кто-то даже умудряется выкладывать ролики на youtube и называть их там до медла за шесть часов за пять часов я думаю мы все понимаем что это абсурд и что такого не бывает если почему-то люди четко осознают чтобы стать юристом экономистом врачом нужно потратить достаточно много времени на образование на обучение на саморазвитие в том числе в той отрасли в которой ты будешь специалистом экспертом профессионалом однако в программировании почему-то это не так вот даже по своему опыту общения с людьми и ведением youtube а понятно дело не разные люди пишут я заметил что почему-то все это воспринимают как вот запрыгнуть в какой-то последний вагон побыстрее догнать этот уезжающий поезд и запрыгнуть в него из-за того что сейчас прям агрессивная реклама идет всех вот этих курсов на которых вам обещают золотые горы даже по телевизору уже эти курсы и школы рекламируют уже и на улицах на плакатах висят рекламы у людей складывается впечатление что это легко быстро что за полгода ты уже специалист который может спокойно нас найти себе работу это одна из причин по которой я наотрез отказываю сделать какие-то курсы для начинающих обещать какое-то трудоустройство вот эти вот все инфо цыганские маркетинговые уловки которые на которых люди зарабатывают у меня есть один единственный курс повышения квалификации сложный большой объемный это я не обещаю там абсолютно ничего я лишь гарантирую что если вы пройдете его то вы получите определенные знания которые помогут вам пройти успешно собеседование успешно решать задачи и так далее это я говорю что это будет долго сложно и придется потратить кучу времени и люди которые учатся на курсе они об этом знают но думаю в общем основная суть ясна что вот это вот внушение людям за счет агрессивной маркетинговой компании которая сейчас происходит вызвало вот этот вот рост и всплеск популярности айти но что к этому привело еще если посмотреть на этот график то можно заметить что в 2019 году произошел резкий скачок а что было в 2019 году правильно к вид 19 то есть большая часть работников по всему миру начала переходить на удаленку это вызвало прям бурный всплеск бурный рост айти брали на работу всех подряд новые вакансии открывались каждый день рынок рос все росло все уходили на удаленку использовали всякие сервисы доставки удаленное общение и множество других сервисов которые плотно вошли в нашу жизнь с появлением к вида я думаю это все прекрасно понимают но в подтверждение моим словам можно посмотреть как менялись цены на акции айти компаний и самый бурный рост всех был именно в двадцатом и в двадцать первом году вот здесь у нас google и facebook здесь у нас зон который выстрелил просто нереально и яндекс который тоже в двадцатом двадцать первом году очень сильно вырос и и двадцать втором двадцать третьем году все это пошло на спад в том числе из-за событий которые в мире происходят и в том числе тоже из-за того что и к вид начал потихоньку отступать ну и соответственно делаем вывод что поскольку к вид повлиял на рост всего айти зарплаты выросли сотрудников не хватало нанимали грубо говоря всех подряд но это конечно утрирую но думаю суть вы понимаете плюс перспектива удаленной работы сидишь где-нибудь на пляже как нам рисуют вот эти вот картинки сидишь на пляже попиваешь смузи и при этом работаешь удаленно зарабатываешь хорошие деньги и живешь красивой жизнью естественно при таком раскладе количество людей которые кинутся войти будет расти просто в геометрической прогрессии причем люди которые вообще от технических каких-то специальностей очень далеки и сейчас мы возвращаемся к этому комментарию действительно человек прав на одно место джуна 200 300 400 может быть откликов рынок джунов действительно перенасыщен но из этих 200 300 человек хорошо если хотя бы 12 будут нормальными знающими понимающими люди которые действительно смогут стать нормальными разработчиками точных цифр называть не буду скажем так процентов 80 и 90 это выходцы после вот этих курсов которые вообще опять же от технических каких-то специальностей крайне далеки это люди которые без калькулятора 5 плюс 5 сложить не могут это люди которые научились там я не знаю формочки делать это люди которые научились если это какой-нибудь back там круто операции какие-то выполнять что-то в базу положил что-то прочитал все этим люди ограничены шаг влево шаг вправо они ничего не знают ничего не умеют аналитические какие-то способности у них не развиты однако эти люди спамят везде свое резюме вот просто на каждую вакансию они его отправляют в надежде наконец попасть войти и что у нас происходит вот эти вот люди которые вообще ничего не знают ничего не умеют спамят везде свое резюме и при этом вот те 5-10 процентов людей которые действительно умеют которые действительно знают у которых есть хорошие перспективы которые умеют учиться которые не будут задалбливать личными вопросами которые способны к аналитике эти люди не могут среди вот той толпы людей которых научили писать резюме которых научили врать в резюме они не могут пробиться через эту толпу джунов и попасть на работу и если пару лет назад эта ситуация была еще терпимо то сейчас когда в мире происходят такие катаклизмы причем мне сейчас наверняка люди будут писать да ты там своей россии живешь это у тебя так но на самом деле нет такая проблема есть во всем мире мне люди пишут с разных стран из европы из севера из юга из востока в общем откуда мне люди только не пишут эта проблема есть везде рынок действительно перенасыщен и об этом свидетельствуют массовые увольнения в крупных компаниях facebook google amazon десятки тысяч сотрудников увольняют я думаю все вы эти новости читали все вы о них знаете сейчас это происходит везде и как мы выяснили раньше одна из причин это ковид был бурный рост а после бурного роста всегда либо стагнация либо упадок и плюс сейчас мировой кризис это тоже этому всему способствует в общем из-за того что сказал ранее сейчас у многих кто ищет работу на джуна возможно начнется паника однако паниковать не стоит лучше понимать что стоит делать и здесь ответ будет максимально простой продолжать учиться продолжать прокачивать свои навыки становиться профессионалом специалистом человеком который умеет решать задачи и параллельно искать работу то есть рассчитывать на игру в долгую как я говорил ранее почему-то когда там человек учится на юриста кучу лет и потом еще кучу лет проходит практику проходят какие-то ступени развития для того чтобы там стать судьей прокурором адвокатом нотариусом все воспринимают это как норму а почему-то в программировании когда человек там три месяца не может работу найти по поучился полгода все воспринимают это как какую-то катастрофу рынок перенасыщен работы нет айти пузырь лопнул но это как минимум странно я всегда говорил и буду говорить вот специалист в какой бы сфере он не был он нужен будет абсолютно всегда от перенасыщен рынок от не перенасыщен специалисты всегда в цене и вот даже по моему опыту общения с кадровиками с и чарами позиции на которых либо ищут крепкого джуна либо медла ну про сеньора вообще молчу позиции могут месяцами не закрываться потому что либо находят человека знающего но он какой-то токсичный неприятный его брать не хотят либо наоборот человек вроде по общению приятны вот он вообще ничего не знает и поэтому если вы будете специалистом если вы не будете его таким вот как я сказал неприятным токсичным человеком то вы рано или поздно на работу все равно попадете это вот прям неизбежно и опять же мой опыт ведения ютуба общения с разными людьми об этом говорит вот все кто искал все нашли причем хорошие места высокооплачиваемые как бы это неизбежно вы к этому все равно придете но вопрос времени то есть быстро не получится клуб кому то может быть и повезет у кого-то может быть этот процесс займет меньше времени у кого-то больше но если вы рассчитывали вот быстро обучиться запрыгнуть войти попасть как вам там обещали на хорошую работу соврать в резюме как вот в школах сейчас учат это делать ну у вас скорее всего не получится это сделать еще же говорю особенно вот сейчас вот эти все паникеры с появлением того же чата gpt тоже начали новую песню петь нас искусственный интеллект заменит мы никому не будем нужны он полностью задачи джуна выполняет но те люди которые уже являются программистами они то понимают что все это бред и возможно когда-то да искусственный интеллект нас всех заменит как когда-то машины и станки и конвейеры заменили часть людей однако будет появляться что-то новое и человек с головой всегда сможет переквалифицироваться и найти что-то другое а вот такие вот люди которые хотят побыстрее и зарабатывать много денег естественно они и сейчас никому не нужны и в будущем никому не будут нужны в общем я уже достаточно много сказал давайте немного подытожим и того рынок джунов сейчас действительно перенасыщен во всем мире однако нормальных разработчиков специалистов которые понимают что делают как не хватало так и не хватает поэтому твоя задача если ты сейчас находишься в поисках работы просто проявить терпение выделить время продолжать учиться продолжать повышать свою квалификацию улучшать свои навыки и параллельно искать работу тот кто ищет всегда найдет дорогу осилит идущий в общем я пожелаю всем не поддаваться панике меньше слушать инфо цыган меньше слушать паникеров анализировать все своей головой ну и двигаться к своей цели учиться развиваться и не пытаться все сделать как можно быстрее и не стремиться к этому самому заработку больших денег которые вам отовсюду обещают стремитесь к знаниям а все остальное самого к вам подтянется также уверен это видео будет смотреть много ребят которые уже нашли работу недавно может быть год-два назад также будут смотреть люди которые сейчас ищут работу и интересно узнать ваше мнение прав я не прав что сейчас ситуации на рынке в общем очень интересно послушать от вас какую-то обратную связь думаю и мне и другим ребятам будет интересно почитать ну и на этом все всем спасибо всем пока